Всем привет! Были достаточно сложные последние полгода у меня. Взяли нового тимлида на работу, он очень хорошо задрал планку. Приходится очень сильно подтягивать свои знания, чтобы как-то не отстать. Набрали много очень таких квалифицированных товарищей, рядом с которыми я просто сосочка какая-то. Мне приходится очень много заниматься. Я буквально неделю назад зато получил свой серый первый сертификат Амазона. Амазон, системный архитектор, что-то типа этого, не помню, я точный перевод. Дальше мне там нужно получать еще сисопсов, диопсов и так далее. Очень много-много возни. Я очень сильно от этого устал. Приходится довольно-таки много работать. Мне уже прям вообще хочется скорее закончить и уйти, и зайти, и заниматься, не знаю, цветочками. Но пока еще силы есть до конца года, точно мне хватит сил поработать. Я решил вернуться к нашим базовым плейлистам и потихонечку добивать их сейчас. Чтобы не уходить в какие-то дебри и как-то отдыхать в процессе записи видео. Так что мы сегодня продолжим с ядром Linux, который мы оставили с вами почти год назад. И, я думаю, добьем LP2. К Дженкинсу вернемся спустя какое-то время. Я должен сказать, что ничего особо интеллектуального опять мы делать не будем. У них в LPI вот эти три темы 201, 1, 2 и 3. Это какая-то каша, в которой они намешивают все про ядра, набрасывают туда кучу различных терминов, инструментов и так далее. Мы с вами сейчас просто повторим приблизительно то же самое, что мы делали для CentOS. Просто сделаем это на Ubuntu, тем более у нас вот новая Ubuntu 19, сейчас на новых ядрах. А уже когда будет у нас LP201.3, я там просто пробегусь по этим всем терминам, в таком режиме галопа, нон-стопом, и мы посмотрим, что мы из этого с вами успевали разбирать, а что еще не успели разобрать. То есть делаем все то же самое, собираем свое ядро. И даже с него не будем загружаться, потому что это геморройно, и мы это уже делали на CentOS. Я даже не стал тут заморачиваться с настройкой размера окна. У нас просто с вами есть вот это вот Ubuntu 19. Мы сейчас с вами ее немножечко настроим. Мне нужно сделать так, чтобы мы могли сбросить это ядро потом к нам в нашу файловую систему. Я хочу просто добавить сюда одну общую папку. Значит, я добавлю вот так, щелкну на этот значок, путь к папке. Укажу, что у меня это будет где-нибудь... Это неважно, на самом деле, даже где или где, я не буду создавать никакие такие особенные штуки. Давайте пусть будет это моя домашняя папка. Вот здесь вот в Simai создание папку vbox. И вот она у меня там ниже выбралась. Я говорю открыть. Путь к папке из Simai vbox. И она будет подключаться куда-нибудь, скажем, в MNT vbox в моей виртуальной машине. Значит, суть в чем? Для того, чтобы это все работало, нам нужны гостевые инструменты. Когда мы с вами просто установили Ubuntu, в ней никаких гостевых инструментов в VirtualBox нет. И поэтому по этому пути тоже, скорее всего, ничего не будет. Нажимаю ОК. ОК. И запускаю мою виртуальную машину Ubuntu 19. Заодно в нее сейчас мы с вами эти гостевые инструменты добавим. Пока она грузится, я вам просто скажу, что я в настройках наверху в Devices. Перейду в VirtualBox Devices и там скажу, вставь CD, на котором находятся, собственно, вот эти вот гостевые инструменты дополнения. Значит, зайду я в свою виртуальную машину. Пока все видно плохо. Мы сейчас перекручимся в наш SSH и там посмотрим все. Айпишник у нас, нам нужно понять какой. У нас айпишник, вот он 102-168-0-104, я вижу, через него мы сможем подключиться. Скажу, вставить инструменты гостевых дополнений. Ругается, почему? Давайте посмотрим, может они уже вставлены. Настроить. Носители. Вот я вижу, что у нас этот SSH уже вставлен оказывается. То есть, в принципе, можно его попробовать извлечь, засунуть обратно. Ну ладно, пусть остается. Ничего страшного. То есть, все, что мне сейчас нужно, это запустить SSH и подключиться туда. Говорю, 102-168-0-104. Пользователь там такой же, Симаев, как у меня локальный. Ключ я с вами не прокидывал. Пароль 1000. Перейдем сразу в режим суперпользователя, чтобы это все поставить. Значит, у нас сейчас должен быть подключен наш CD-ROM. Проверим все блочные устройства. Лист, блок. И видим то, что да, есть у меня SR0. Давайте мы посмотрим, есть у меня пока корневая папочка, как медиа. Есть, но ничего нет. И скажем, подключи, пожалуйста, устройство DEV SR0 в директорию медиа. Только не MNT, а Mount. Само собой мы не можем ничего на это устройство писать. Это ISO Ubers. Это, грубо говоря, CD-диск. Подключаем тоже, как в режиме Redonda. Переходим в эту медиа. И видим вот все, что у нас есть на этом диске. И можем запустить, скажем, VBOX. Нас вообще вот этот файл интересует. Run файл вот этот вот. Запускаем его, и он нам сейчас установит гостевые инструменты версии 6.0.10. После того, как эти гостевые инструменты установятся, мы сможем иметь вот эту вот общую папочку, как буфер между нашей файловой системой в виртуальной машине и моей файловой системой на этом компьютере. Пока все это происходит. Я открываю проводник. И в проводнике. В Mac, конечно, ужасный абсолютно проводник. Мне он дико не нравится. Пользователи. Симаев. И здесь мы с вами вот эту папку где-то должны были создать. VirtualBox. Вот она пустая. Давайте мне что-нибудь создадим. Ну, просто папку создадим. Назовем ее TestDeal. Просто, чтобы убедиться, что она потом у нас появится в этом компьютере. Так, что у нас там с гостевыми инструментами? Все готово. Нужно перезапустить систему. После того, как мы ее перезапустим, мы сможем подключиться и проверить, работает ли у нас то, что должно работать. Появляется ли это общая папка. Это никак не связано с ядром, поэтому мы просто с вами уже настраиваем. Я решил это сделать один раз с вами. Так, уже должна была она загрузиться. Тысяча. Отлично. Посмотрим. LSMNT. Появилась, видите, директория V-Box, которую мы указали в настройках. Так, прав у меня нету. С1-S. Права можно потом раздать. Я хочу просто убедиться, что у нас там это все появилось. И видим TestDeal на месте. Все отлично. Можно заниматься ядром. Итак, в моем курортчатом браузере я открываю сайт Kernel.org. Вижу то, что последнее стабильное ядро 5.3.1. Мы когда с вами в последний раз занимались, ядры были еще версии 4. Версии 5 ядер, надо сказать, у нас ничего в ней особенного нет. Линус Торвальд сказал, что это просто... Я так щелкнул, и оно пошло загружаться. Линус Торвальд сказал, что это у нас просто новая нумерация. Ничего особенного там такого нет в этой новой нумерации. Я хочу скопировать адрес ссылки. Как я сделал? Скопировать ссылку. Отлично. Перехожу в свою Ubuntu красивую. И в свою красивую Ubuntu я проверяю, где я нахожусь. Давайте я перейду в директорию Ruta. У Ruta есть все права. Пусть она тем всем и занимается. У него своя домашняя директория. И говорю в GetTool ссылочку, которую я сейчас скачал. 5.3.1 ядро. Пусть он себе спокойненько сюда это ядро скачивает. Значит, точно так же, как мы делали в CentOS. Нам нужно будет сейчас этот архив распаковать и установить несколько инструментов для того, чтобы мы могли собрать ядро. Итак, ядро скачано. Делаем TAR, архиватор наш. Распаковать XZ архив. Extract verbose file. Наш вот этот Linux файл. Вот он его распаковывает. У нас сейчас появится с вами директория со всеми нашими пакетиками, которые нужны для сборки ядра. То есть мы, в принципе, скачали с вами все исходники ядра. Видите, их здесь довольно-таки много. У нас все распаковалось. Появилась наша директория Linux 5.3.1. Переходим в директорию Linux 5.3.1. Сейчас нам нужно поставить кучу инструментов для того, чтобы у нас это все собиралось. Я это сейчас все скопирую и вставлю и расскажу. Значит, у нас Build Essentials, как обычно, набор инструментов для сборки чего угодно. Библиотека Cursos у нас. Не Cursos. Библиотека, которая предназначена для управления вводом-выводом на терминал, грубо говоря. Она управляет тем, что мы знаем, где какие у нас экранные координаты, чтобы можно было такой псевдотерминал делать с мышкой. Парочка библиотек и два инструмента. Таких инструментов очень интересных. Я про них рассказывать не буду, потому что это дебри, я в этом плохо разбираюсь. Значит, Flex – это у нас лексический анализатор. И вообще это будет нам ставить генераторы лексических анализаторов. А Bizon – это у нас синтаксические анализаторы. Я вам пару статей кину, очень хороших на Хабре, где написано, для чего нужны эти лексические и синтаксические анализаторы. Грубо говоря, у нас лексический анализатор. Он анализирует входной поток какой-то данных и разбивает его на какие-то ключи, на токены. А синтаксические он, кстати, токены разбирает каким-то набором синтаксических правил. Это все достаточно глубоко и муторно. Для экзамена этого знать не нужно. Вообще я не думаю, что это особенно так прям нужно знать тем, кто не сильно разработчик. Но, конечно, может пригодиться. Так что читайте. Значит, эту штуку мы всю с вами ставим. Куча пакетов на 14 мегабайт. После этого мы с вами поставим еще парочку пакетов. Это у нас, давайте их тоже скопирую, ISO-Linux и Gen ISO-Image. Значит, ISO-Linux у нас предназначен для того, чтобы создавать, собственно, загрузчики. Тут куча загрузчиков. Среди них самый такой известный – это SysLinux. И поэтому есть SysLinux Project. И вот там вот есть этот загрузчик ISO-Linux. То есть это загрузчик, который позволяет нам создавать загрузочные образы. А Gen ISO-Image – это простая программа, которая нам просто позволит создать в результате ISO-шник. Такой файл образа файловой системы ISO 9.6.6. Что-то не помню, как CD-ROM, в общем-то. Дальше мы делаем все то же самое, что мы делали для этого. Мы говорим makeNConfig. MakeNConfig. То есть создаем конфиг. И теперь нам нужно понять, что мы будем, какой конфиг использовать. Как обычно, мы особенно заморачиваться не будем. У нас сейчас с вами не конкретная прикладная задача. У нас с вами такая теория разобрать, что здесь можно сделать. Мы с вами обычно ввозимся с файловыми системами, потому что их проще всего отключать и выключать. Иначе я захожу сюда и говорю, что мне не нужна файловая система ResizeFS. Мне не нужен GFS. Мне не нужен XFS. Мне не нужен GPFS. Короче, все вот эти файловые системы мне не нужны. Вот не хочу. Я хочу минимальную какую-то установку, где у меня будет только моя родная EXT4. Вот она. Не знаю. EXT не нужно. Да, вот просто какие-то я внес изменения. Можешь здесь побегать по меню опять, что-то пощелкать. Мне это все устраивает. Сохранить функцию FNF6. Грэв FNF6. Сохраняем конфиг файл. Он записан. Окей. Выходим FNF9. И, собственно, мы готовы все это собирать. Как и в прошлый раз, мы можем запустить команду Make. У нее там куча различных таргетов, которые могут все что угодно собрать. Я хочу запустить Make в 8 потоков, минус J8, чтобы это собралось быстрее, потому что иначе оно будет 40 минут собираться. Сейчас посмотрим, сколько оно будет собираться у меня в этот раз. И хочу я собрать ISO-имидж. То есть, чтобы сразу в результате у меня появился не только образ ядра, как мы в прошлый раз с вами сделали, у нас там BZ образ ядра появился, но чтобы у нас сразу еще был ISO-шник. То есть, он, в принципе, сделает все то же самое, что он делал с CentOS, а в конце просто упакует это в один ISO-файл. И мы этот ISO-файл потом как раз в нашей файловой системе с вами и увидим. Кстати, ядро 5.3.1. Давайте, прежде чем мы вот это вот сделаем, я хочу посмотреть, какое у нас на нашу Ubuntu 19 сейчас ядро. Uname, минуса. У нас 5.0.0.27. Вот с такой версии ядра Ubuntu 19 вышло по умолчанию. Значит, запускаем сборку, и все, можем уходить пить чай. Здесь сейчас будет куча-куча процессов выполняться. Здесь куча кодов. Можно посмотреть, что это значит. CC, это, по-моему, C-компайлер, значит. LD, тут периодически возникает, это какие-то, наверное, скомпилированные объекты, линкуют между собой куча всего. AR, это управление архивами и так далее, и так далее. То есть сейчас мы можем этот процесс оставить и вернуться, попив чай. И вот у нас сборка подошла к концу. Он создал Beza Image, точно так же, как в прошлый раз он это делал с Centos. И еще он создал вот этот вот Image ISO. Мы можем с вами посмотреть информацию об этом ISO-имидже. Нам нужно только для этого установить утилитку. Утилитку называется Библиотека Утилит для работы с ISO, libcdo-utils. И можем сказать, вот я скопировал путь в прошлый раз, сказать, что мы хотим посмотреть информацию об этом ISO-шнике. Это команда isoinfo-l, минус iImage и путь к имиджу этому. И вот он показывает нам, что есть у нас в этом имидже. То есть, по сути, мы, грубо говоря, сейчас этот ISO-шник смонтировали в нашу файловую систему. Мы видим, что там не так уж и много всякой информации. Я сейчас хочу просто наш вот этот вот файл скопировать, чтобы посмотреть его в нашей реальной файловой системе, в нашей Mac. То есть, я скажу, копия, вот это вот. Где мы там делали с вами МНТ, по-моему. Забыл. ВИП-бокс. Вот сюда прямо скопируй. Надо смотреть настройки. Какие мы там с вами настройки указали? Давайте посмотрим, почему я ничего скопировать туда не могу. Значит, вот наши файлы с темы. Настроить. Общие папки. Вот эта общая папка. Только для чтения я подключил в этом проблема. Поэтому я не могу туда ничего засунуть. Так, скажу я окей, окей. Не уверен, что оно у нас сразу применится. Я никогда не вникал в то, как работают эти инструменты гостевые. Ну, применил и справляем. АВС. МНТ. ВИП-бокс. Вот у нас наш имидж-со там оказался. Я предлагаю сейчас прямо в проводнике это место найти. Вот оно. Вот он наш имидж-со. Вы можете посмотреть, он весит всего 10 мегабайт. То есть, мы с вами, конечно, можем сейчас попробовать с этого ядра загрузиться. Но у нас ничего не получится. Потому что это просто ядро Линукса. Это не операционная система. Нам для того, чтобы это заработало, нужно еще очень много всего. Нам нужны и нитрам-фс свой. Нам нужны загрузчики. Нам нужна куча утерит и так далее. Но просто, чтобы убедиться в том, что этот исочник абсолютно бесполезен, мы сейчас с вами с него загрузимся. Для этого я в нашем виртулбоксе скажу то, что я хочу создать виртуальную машину. Какую-нибудь Linux 5. Не знаю, так она пусть называется. Я, кстати, не обновлял виртулбокс. Он даже не знает о том, что есть еще ядра пятого поколения. Надо обновить. Говорю, окей. Не важно, абсолютно какие значения. У нас все равно ничего из этого не заработает. Продолжить. Да-да-да. Продолжить. Создать. Так далее, так далее. Говорю, запускай. Вот у меня открылась она, эта штучка. Вам этого не видно, но я сейчас ее через обзор скажу, откуда нам взять ядро. Ядро у нас с вами лежит в директории vbox. Image.so. Вот она. Говорю, старт. Ну, очень милень двигать. Было сейчас экран для записи. Вы сейчас все сами увидите. Вот эта штука пытается завести. Сразу говорит. Kernel panic, not syncing, unable to mount root. То есть он не может даже смонтировать сейчас себе, создать корень файловой системы. Это стандартная ошибка. У нас это просто ядро. У нас нет никаких инструментов для того, чтобы оно начало работать нормально. Мы просто сейчас в этом убедились. Итак, у нас сейчас с вами было такое видеоразвлечение, когда мы просто скачали ядро Linux и попробовали его немножечко изменить конфигурацию и собрать на Ubuntu. У нас получился абсолютно бесполезный образ, с которым мы не можем загрузиться, не можем ничего сделать. Но, тем не менее, он у нас уже есть, и мы с ним сможем работать в следующий раз. Я не буду говорить, что мы будем вот этого собирать. Хотя это, кстати, хорошая и интересная задача, собрать из него полноценный загрузочный образ. Наверное, будем. Тогда мы с вами в следующий раз, наверное, пробежимся, потому что они требуют у нас, на самом деле, от нас по этим темам экзаменов. Все вот эти тузы, утилиты и так далее. И мы попробуем сделать настоящее загружаемое ядро. Нужно ли нам это? Нам ведь нужно еще много чего туда напихать, чтобы оно было, на самом деле, работоспособное. Наверное, нужно, это интересное занятие. В общем, сделаем. А так вы просто посмотрели со мной, побаловались. Будем надеяться, что дальше у нас пойдет полезней.